Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», меня зовут Никита Васильев, мы работаем в прямом эфире. Сегодня наш медиахолдинг начинает масштабный проект, целый цикл передач о недвижимости, в котором мы будем рассказывать о том, как грамотно выбрать себе квартиру, какие есть классы жилья, с какими правовыми вопросами может столкнуться каждый при покупке недвижимости. В общем, тема эта касается практически каждого, потому что так или иначе живем в домах все, кто-то иногда покупает, кому-то иногда приходится продавать жилье. И во всех вопросах и тонкостях, связанных с недвижимостью и с рынком недвижимости, нам будут помогать разбираться эксперты, ну, можно сказать, настоящие монстры, зубры рынка. Сегодня у нас в гостях, я представлю наших гостей сегодняшних, представители агентства недвижимости «Арбат». Это Наталья Богоевленская, генеральный директор агентства. Наталья, здравствуйте, спасибо, что сегодня с нами. И юрист, генеральный юрист агентства недвижимости «Арбат» Сергей Громов. Сергей, добрый день, спасибо, что сегодня с нами. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и наши слушатели и зрители могут звонить к нам в студию и задавать вопросы свои о том, о чем все, что связано, в общем-то, с рынком недвижимости, о том, как себя вести, как покупать и как продавать правильно. Номер прямого эфира 300-190, звоните, мы ждем ваших вопросов. Ну, Наталья, наверное, первый вопрос к вам. Агентство недвижимости «Арбат» на рынке уже достаточно давно. Немножко расскажите о себе вообще, какие услуги оказываете, как давно на рынке, и как помогаете клиентам своим? Наша компания открылась в 2008 году, и с первого дня открытия мы дорожим нашей репутацией. И получается, я считаю, что все сотрудники нашего агентства должны обладать человеческими качествами, это честность и порядочность. Благодаря этому к нам клиенты возвращаются, приводят своих друзей, родственников. Мы становимся добрыми друзьями на долгие годы. На каждом этапе, то есть хорошо, когда клиенты обращаются к нам на этапе формирования своего желания. Допустим, хотят они поменять жилье, старое там на новое, или купить какое-то новое жилье. Если на этапе формирования они к нам обращаются, тогда мы им помогаем не ошибиться в выборе. И мы их сопровождаем на этапе подбора жилья, на этапе подготовки сделки купли-продажи, это юридическое сопровождение, это сбор пакета документов, регистрация, составление грамотного, правильного договора купли-продажи, организация полных взаиморасчетов безопасных, организация переезда. Мы за долгие годы сформировали все услуги, которые касаются покупки жилья или переезда. Клиент может получить эти все услуги в одном месте, что удобно. Не надо искать ни страховые компании, ни банки, ни юристов, адвокатов параллельно. Потом мы привлекаем компании, которые занимаются переездом, клининговые компании, ремонты. То есть у нас есть отделочная компания. В строительной сфере, наверное. В строительной сфере, да. То есть я правильно понимаю, что вы не только находите, да, что просто, что такое работа риэлтора в таком банальном понимании, может быть, многие так себе ее представляют. Найти квартиру, предложить вариант, помочь, оформить договор. Наверняка ведь вы еще и какие-то услуги по строительству, какому-то дальнейшему ремонту. У вас наверняка есть люди, которые в ключе помогут, дальнейшая отделка и так далее. Да, в том-то и дело. У всех как бы на слуху это то, что риэлтор помог найти, заработал на этом и бросил клиента. У нас от начала и до конца, то есть мы вручаем ключи. То есть мы занимаемся, за долгие годы мы нашли компанию, которая занимается отделкой, где предоставлена цена, ну то есть уровень такой, цена-качество самый лучший. И компания, которая сейчас нам предоставляет отделочные услуги, она предоставляет еще и гарантийный срок. То есть если у клиента, например, там через полгода что-то сломалось, там полетел кран или обои отклеились, клиент звонит на горячую линию и специалист приезжает, устраняет недостатки. То есть сейчас уровень риэлторской услуги, например, в нашем агентстве, вышел уже на такой уровень, когда клиент, просто позвонив в одну компанию, закрывает все свои вопросы в одном месте. Особенно это касается тех людей, которые живут в другом городе и приобретают жилье в Твери дистанционно. Они приезжают, не имеют возможности, когда человек не знает, ни кто хорошо там делает отделку, в какие компании страховые надо обращаться, в какой банк надо обратиться. Мы помогаем с ипотекой. То есть все услуги в одном месте он закрывает. Ну вот, наверное, вопросов этих у людей много, да, всегда, я так понимаю. Вот мы сегодня попробуем вместе с вами хотя бы на часть из них ответить, и людям, которые во многом чаще всего такими немножко слепыми, да, могут на рынке недвижимости быть, прояснить некоторые нюансы. Вот, допустим, например, один из наиболее частых вопросов, да, и к нам в студию, в редакцию поступают всегда и так далее. Ценовая категория на современном рынке недвижимости в Твери. Какие ценовые категории существуют, да, жилья? Есть ли какая-то система скидок, возможно, и как она работает в таком случае? Ценовая категория. Нужно тогда разобраться, какие, если мы смотрим на вторичку или смотрим на новостройки. Давайте и тот, и тот рынок, конечно, нам интересен. К тому, что у нас же, я правильно понимаю, да, люди покупают как его и в новостройках, так и на вторичке. Если мы говорим о новостройках, то новостройки, как бы, есть некий классификатор новостроек, причем законодательно он нигде не утвержден. Как бы он идет больше так маркетинговый, или как бы некая договоренность между застройщиками и как бы профессиональными участниками рынка, риелторами. Есть некая, значит, категория массового жилья и жилье повышенной комфортности. Массовое жилье делится на эконом и комфорт плюс. Комфорт, комфорт плюс. Значит, жилье, значит, новостройки повышенной комфортности, это уже бизнес и элит. Элит там уже люкс. Ну, что это, в нашем футболе пока, кстати, нет таких структур. Ну, а категория, да, мы тоже поговорим. Так вот, как бы, кризисное время предготовало, да, застройщикам строить, ну, ввести такой классификатор, как эконом плюс. Эконом даже, как это, суперэконом. Эконом-минус. Неофициально, да? Ну, то есть, как они различаются. Как они различаются. Эконом, это когда, чем отличается эконом от комфорт. В принципе, эти две категории представлены только в Твери. Эконом и эконом плюс. Очень редко комфорт и комфорт плюс. То есть, если мы говорим об отличии эконом от комфорт, значит, эконом, это обязательно типовые планировки. Небольшая кухня, это до 8 метров. Допустим, в комфорте это уже от 8 и больше кухня. Потолки в эконом 2,7 и меньше. Ну, то есть, не больше 2,7. В комфорте 2,75, 2,80, 2,90. Если мы касаемся бизнеса, то в бизнесе это уже больше 3 метров обязательно потолки. В бизнесе там свободная планировка. В экономе типовые планировки стандартные. Это, ну, как правило, это панельные дома. Что касается категории суперэконом, там сделаны дома из недорогих строительных материалов. То есть, везде, где можно, застройщик сэкономил. Тем самым, как бы предлагая покупателю самую низкую цену. Это не сказывается на качестве в таком случае? Вот очевидно, следующий вопрос. Конечно же, сказывается. Человек просто приобретает жилье, но в дальнейшем он понимает, что, наверное, его надо поменять на более качественное, более комфортное жилье. Например, в классе комфорт уже есть наличие, там, качество, например, энергосберегающие технологии уже есть. Значит, система пожарной сигнализации, вентилируемые фасады, система приточно-вытяжной вентиляции. Значит, лифты уже современные, тихие, да, бесшумные лифты. Подземный паркинг уже присутствует в комфорте, чего нет в эконом-классе. То есть, есть уже места общего пользования, которыми пользуются, значит, жители на первых этажах. Например, место там, ну, привычное колясочное, это понятно, но есть еще места, где, допустим, есть консьерж. Или могут там подождать соседи, там, внизу, там, наличие туалет на первом этаже. Я так понимаю, наши зрители, да, уже начали интересоваться этой темой, о которой мы сегодня говорим. Мы, вы в эфире, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я хотела бы задать вопрос. Да, слушай. Или квартиру в блочном доме АТСК, за стеной кричат дети, неудобно, как быть? Вот как раз, наверное, спасибо большое, как раз-таки, наверное, в пику, да, то есть в продолжение разговора того, о чем мы сейчас с вами говорили. Вот как вот быть, если человек действительно приобрел квартиру, шумные соседи, что делать? И как не ошибиться с выбором? Ну вот смотрите, есть как раз панельные дома, да, панельные дома, есть панельные дома, есть монолитно-кирпичные, есть кирпичные дома. Они, конечно, между собой различаются уровнем шумоизоляции. Вот по уровню шумоизоляции, это, конечно же, самая, ну, как бы, слышимость большая, это в панельных домах, естественно. Поэтому, если, допустим, вот так остро реагируете на звук соседей, да, может быть, стоит подумать приобретение либо вот кирпичного дома, да, либо там монолитно-кирпичного, либо уже приобретение частного дома, где там соседей точно не будет за стенкой. Ну, я надеюсь, наши телезрители, да, которые сейчас задавали нам вопрос, прислушиваются к совету специалистов. А мы пока ненадолго прервемся, у нас рекламная пауза, не переключайтесь. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня», меня зовут Никита Васильев, мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю, что сегодня мы вместе с представителями, ну, скажем так, рынка недвижимости, да, риэлторами, генеральное руководство сегодня у нас, агентство недвижимости «Арбат» вместе с нами. Мы сегодня, в общем-то, обсуждаем современные тенденции на рынке недвижимости в Твери. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, вот в чем. Недавно купили квартиру в строящемся доме, и сейчас ценные материалы, соответственно, подскочили. Так вот, где гарантия, что цена на недвижимость не подскочит? Хороший вопрос. Давайте я отвечу. Да, Сергей, давайте. Ну, смотрите, здесь нужно в первую очередь уточнить, какой был договор. То есть, и на будущее гражданам, когда они приобретают, речь идет о новостройке, я так понял, по какой схеме приобретается. Это либо договор долевого участия, либо это так называемые предварительные договора бронирования. То есть, есть застройщики, которые продают только готовое жилье, и они могут вам забронировать за какую-то незначительную сумму квартиру в будущем построенном доме. Вот такие договора, нужно внимательно читать текст договора, такие договора могут предусматривать изменения финальной последующей цены продажи. Если же вы заключаете договор долевого участия, если это дом, который получил разрешение на строительство после 1 июля 2019 года, когда у нас включились искровые счета для безопасности граждан, то в таком договоре цена будет зафиксирована, и договор такой уже регистрируется в Росреестре, и цена по такому договору уже не изменится. Ну, а все-таки, если так вот укрупнить, скажем так, все-таки главная гарантия того, что цена не поднимется. О чем нужно в первую очередь помнить при покупке такой недвижимости? Заключать договор долевого участия. Ну, и вот все-таки давайте вернемся немножко назад. То, о чем мы говорили раньше, до рекламной паузы. Все-таки один из самых популярных вопросов, если не самый, что лучше, все-таки новостройка или вторичка, жилье на вторичном рынке? Что бы вы посоветовали тем, кто интересуется? Ну, сначала надо разобраться, для чего покупается квартира. Для долгой и счастливой жизни, либо для инвестиции и получения какой-то выгоды. То есть, если это квартира для цели инвестиции, то мы смотрим, и вторичное жилье тоже, мы смотрим, где она будет лучше сдаваться, где она, в каком районе. То есть, ее можно будет потом выгодно перепродать. По новостройкам, если мы смотрим новостройки, то надо разобраться тогда, по какой технологии строительство хотелось бы приобрести. Это либо панельные, либо монолитно-кирпичные дома, либо кирпичные дома. С каждым годом требования покупателя меняются. И также меняются государственные стандартные жилья. Вслед за ними меняется и предложение от застройщиков. Покупатель в 2021 году уже покупатель квартиры класса комфорт в монолитно-кирпичном доме. Но мы сейчас уже так поняли. Если разделять все-таки те категории, те типы жилья, о которых вы сейчас сказали, монолитный, кирпичный, панельный, все-таки как сделать правильный выбор и как не ошибиться? Панельные дома — это, как правило, стандартные планировки, типовые планировки, которые невозможно изменить. Что очень важно. Покупая квартиру в панельном доме, мы понимаем, что какую-то перепланировку мы уже провести не сможем. Панельные дома, несмотря на красивые фасады, быстроту строительства, как красивые домики из лего. То их построили, они хорошо выглядят, прекрасно. Но гарантийный срок, безусловно, при этом у них около 50 лет. Есть существенные недостатки. Это то, что промерзание. То есть тонкие стены не более 12 сантиметров, а максимум 16 сантиметров. Конечно же, шумоизоляции практически никакой, слышно соседей. Перепланировку не сделать, потому что стены панельные, они все несущие. То есть сделать можно только небольшой проем, который нужно усилять, армировать и так далее. Это как бы тоже влечет за собой. Законно это не проведешь, это перепланировку. То есть многие есть люди, которые делают незаконно, но это подвергает рискам всех соседей, и дома может просто сложиться. Значит, промерзание внешних стен, что влечет за собой, естественно, повышенное, то есть дополнительное... Дополнительное энергозатраты, отопление квартиры, да? Энергозатраты, отопление, конечно. Никакой энергоэффективности в этом доме нет. Плюс есть непредсказуемое поведение швов межпанельных. То есть они просто с годами усыхают, и может через много этажей литься ливневая вода. То есть правильно я понимаю, что, может быть, в неком желании немножко сэкономить где-то, приобретая панельный дом, в дальнейшем все равно это может выльется в еще большие траты по утеплению, по затратам на электричество и так далее, и так далее. И через какое-то время все равно человек подумает, что нужно будет, наверное, его поменять. То есть это не вложение на многие-многие годы. Нужно еще помнить, что это отразится на вторичном рынке. Через несколько лет ваша новостройка в панелька станет вторичкой панелькой, а продавать вторичку панельку будет намного сложнее, чем вторичку монолит-кирпича. Да, и она будет дешевле. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, скажите, у меня у вас знакомый купил в свое время недостройки, и были очень много у него проблем. Скажите, а вот сейчас вообще есть ли какие-то гарантии у тех, кто покупает недвижимость? Спасибо большое. Частая, наверное, проблема, да? Речь идет о новостройках, и не то чтобы недострой, а долгострое. То есть те дома, которые строятся, и на каком-то этапе их строительство затормаживается. Давайте немножко укрупним, расширим, вернее, наоборот, расширим вопрос. Насколько опасно покупать дома, новостройки на этапе строительства, и как обезопасить себя от возможных рисков? Ну, за нас уже подумало государство. Опять же, мы возвращаемся к этим скролл-счетам. Сейчас, если это дома, получившие разрешение на строительство после изменения в законодательстве, то покупатели уже в безопасности, можно так сказать. Деньги находятся на специальном искрол-счете, застройщик их не имеет права использовать, и в случае нарушения своих договорных обязательств, то есть если дом не строится, деньги покупателю просто возвращаются. Единственное, чем он рискует, что через какое-то время он просто не получит эту квартиру. Хотя бы, по крайней мере, деньги, его защищены все. То есть самое опасное, что сейчас может происходить, это покупать квартиры, которые на текущий момент продаются в еще до сих пор недостроенных домах, но которые начали строительство до введения в действие законодательства. Таких домов буквально единицы. Они и так и есть дома на территории Твери? Да, пока еще остаются. Несколько домов в таком статусе еще есть. Вот к ним очень аккуратно. А что здесь застройщики? Ну, ряд застройщиков в Твери. Там проще поговорить по... На самом деле у многих застройщиков еще остались полученные разрешения на строительство, которые еще были получены до введения этого закона. Вот я, скажем так, подвожу потихонечку к теме. Давайте немножко о застройщиках-то, в общем-то, тверских-то поговорим, что они себя представляют. Например, какие квартиры пользуются, каких застройщиков сейчас пользуются наибольшей популярностью квартиры, да? Как у нас рынок вообще представлен? Есть федеральные застройщики, которые строят жилые дома, жилые комплексы полного цикла, так скажем, да? У них там, ну, то есть с развитой инфраструктурой. И, в принципе, губернатор сейчас как раз на стороне жителей сделал такое правило. То есть он дает разрешение на строительство только тем застройщикам, которые строят жилые комплексы вместе с готовыми школами, детскими садами. Соответствующей инфраструктурой. Да, соответствующей социальной инфраструктурой, да. Поэтому, конечно же, они именно пользуются популярностью. Если рядом школа есть, если есть рядом медицинские центры, какие-то магазины. Может быть, мы назовем тогда, чтобы наши зрители знали, скажем так? Жилой комплекс в Мичуринске пользуется популярностью, несмотря на то, что ценник у него гораздо выше среднего. Но он популярный, потому что хорошие квартиры с ремонтом, школа, новый город. Два. Заорский, Южный. Я думаю, что Сергей расскажет лучше. Он в тот раз очень хорошо расскажет. Может быть, Сергей ответит на вопрос, который телезритель наш подготовил. У нас еще один звонок в эфире. Давайте послушаем. Здравствуйте, в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот в рекламе все время только цена и от положения. Дом построен с аута стоит столько-то. Но этого мало. Что еще должно быть в информации? Спасибо. Хороший вопрос. То есть, зачастую застройщик не предоставляет, наверное, полной картины того, что он продает. Делая акцент на цену, насколько я понял вопрос, и на том, где находится. Все-таки, о чем еще важно знать, о чем еще важно помнить? Важно знать, помнить о том, кто застройщик. Застройщик. Нужно смотреть проектную декларацию, нужно смотреть надежность застройщика. То есть, найти, кроме по адресу, там, если застройщик, ну, если, может быть, объявление не сколько самого застройщика, а кого-то из агентов, там, публикующих подобные объявления. Найти информацию о самом застройщике, получить информацию на сайте о том, что полный пакет документов по этому дому собран, подготовлен, и все строится по законодательству. Соответственно, очень важны будут сроки сдачи, потому что в объявлениях могут либо, как указал в вопросе слушатель, либо не указываться, либо указываться какие-то нереальные. Реальные сроки будут в проектной декларации, в проектах тех договоров долевого участия, которые вам предложат для заключения при покупке. Почитайте внимательно то, что вам предложат подписать. Только после этого вы принимаете решение о приобретении. Можно я хотела еще добавить? Вот, допустим, покупатель, если выбирает новостройку, выбрали, вот, допустим, понравилась картинка, да, понравилось все, узнали, какой застройщик. Прежде чем вот бросаться и покупать его, ну, хотелось бы посоветовать вот у этого застройщика посмотреть, какие проекты он до этого уже что-то строил, и сравнить, съездить, посмотреть в эти жилые комплексы, и сравнить, пообщаться с жильцами, посмотреть те рекламные продукты, которые выдавались в интернете. Сейчас в интернете полно этой информации, в принципе, можно сравнить, найти информацию о том, что же обещал застройщик в начале строительства, и что получилось по факту, и проверить, как застройщик доводит дело до конца. Так же будет и с той стройкой, которую они хотят купить, понимаете? То есть все идет аналогично. Какие сроки, да, в какие, то есть успевает ли застройщик вовремя сдать, или заранее там сдают, да, обещает ли он там придомовую территорию сделать, да, дизайнерскую там, и места общего пользования красивыми сделать, ну, еще что-то, да. Парковочные места, да. То есть вот эти моменты, то есть надо посмотреть, как застройщик доводит дело до конца, и уже потом смело идти и покупать. Наталья, а вот что касается тех гарантий, которые застройщики должны предоставлять, да, предоставляют, на что здесь нужно обращать внимание, и на что рассчитывать людям, первое, которые приобретают недвижимость? Значит, застройщик по закону предоставляет пять лет гарантии на конструктив, три года гарантии на инженерные коммуникации, значит, и на ремонт предоставляет гарантия один год, и надо обращать внимание на то, ну, то есть бывает такое, что застройщик под каждый дом открывает новую компанию, новую фирму, и если, допустим, дом уже достроен, и через два года эта компания закрылась, то предъявить претензии, в принципе, будет некому. Поэтому нужно смотреть, какая, как обычно ведет себя застройщик, когда строит жилье, то есть он все делает на одну компанию, либо под каждый там жилой комплекс, или под каждую там секцию новую компанию. Ну, как-то вот, скажем так, путем договора, составления договора, это можно как-то себя безопасить максимально, то есть с юридической точки зрения, Сергей? Или, в первую очередь, обращая внимание только на те вещи, о которых Наталья сказала? Только по закону, вы знаете, если срок годности, ну, то есть вот пять лет прошло, компания существует, вы можете предъявить претензии, и застройщик обязан вам исправить, если, допустим, там трещина в стене и так далее. В договоре не будет противоречия законодательству, там это все и будет прописано, они не смогут написать по-другому просто. О современных стандартах, нормативах, скажем так, жилья, давайте немножко поговорим, мы уже, Наталья, немножко начали об этом говорить, да, касательно потолков, ширины и так далее. Если можно чуть поподробнее, все-таки вот по современным меркам, какова должна быть площадь жилья, да, для полноценной такой жизни? Высота потолков тоже немаловажна, мы знаем то, что в некоторых европейских странах, например, если высота потолков ниже определенного уровня, то, в принципе, ну, это за жилье-то, в общем-то, не считается, да? Что у нас на сегодня на рынке Твери представлено в таком случае? Ну, опять же, возвращаемся к классификации, да, в эконом-жилье это 2,7, если во вторичном фонде встречается там 2,6, 2,65. Это минимум, да? Это самый минимум, да. Сейчас все больше строится 2,75 потолки, 2,85, 2,90. Просто в бизнесе это уже в любом случае больше трех метров. В комфорте плюс, как и в кирпичном, то есть монолитно-кирпичные дома и кирпичные дома, там срок годности, гарантийный срок, вернее, 150 лет. Разница колоссальная между панелями, да, там около 50 лет и 150 лет. Вот, поэтому, так. Если вот, ну, о нормативах мы с вами поговорили, а если говорить, допустим, о приобретении квартиры с отделкой или без отделки, тоже немаловажный вопрос, что правильнее, что бы вы посоветовали? Ну, сразу ответ, конечно же, лучше покупать квартиру с ремонтом от застройщика. И благодаря тому, что здоровая конкуренция и вообще тенденции такие на рынке, что сейчас уже не модно делать некачественно, и все, как бы, мы все рады, что такой стандарт уже начал присутствовать на рынке. И застройщик, конечно же, благодаря тому, что у него есть, как бы, массовая закупка, во-первых, отделочных материалов, и, как бы, уже команда отобранная, да, то есть качество будет выше и дешевле. То есть, естественно, лучше покупать квартиры уже с готовым ремонтом. Вот, как, например, в жилом комплексе «Коронапарк» есть два дома, 17-этажные и 5-этажные, два дома сданы уже, сданные, и они уже предоставляются с ремонтом, можно купить с отложенным ремонтом. Отложенный ремонт — это что значит? Что можно выбрать отделочные материалы. Если есть квартира с готовым ремонтом, то есть вы пришли, понравилось, купили. То есть либо так, либо так. Это очень удобно. Еще очень важный момент — это гарантия на ремонт. Потому что… Как их получить? И что они под собой подразумевают обычно? Ну, пользоваться услугами проверенных, как вот, ремонтников, в основном, которые представлены от застройщика. То есть их также уже подбирают, они отвечают за свою работу, и это закреплено в договоре. Потому что по некоторым ремонтным работам вам даже договор не предложат. Там сами что-то купят, сами как-то сделают, никак за это отвечать не будут, и вы потом никак это не заставите переделать. Это будет… В случае выявления каких-то недочетов по ремонту, это будут уже ваши проблемы. В случае заключения договора с официальной организацией ремонтиков от застройщика, вам просто по гарантии все это исправят. У нас не так много времени остается до окончания эфира, но все-таки одну важную тему хочется затронуть сегодня – это жилье в ипотеку. Да, тоже очень часто жители наши сталкиваются с различными трудностями, сомнениями. Все-таки какие существуют риски, как обезопасить себя от этих рисков? Ну и вот такой еще вопрос в дополнение. Улучшение в дальнейшем жилищных условий при ипотеке, оно же тоже возможно, насколько мы понимаем. Проясните, пожалуйста. Да, тогда лучше начнем со второй части. Безусловно, распространена схема, когда семья молодая, допустим, там родился ребенок, приобрели первое свое жилье в ипотеку, трудятся, работают, выплачивают ипотеку, рождается второй ребенок, требуется до выплаты первой ипотеки еще очень много и очень долго, а жилье возникла необходимость улучшить. Никаких проблем с этим не возникает. Юридически это все делается очень просто. разными способами, в зависимости от того, кому будет продаваться эта квартира. Либо у покупателя также будет ипотека, либо на личные денежные средства. В общем, продать жилье, которое у вас в ипотеке, никаких сложностей не составляет. По поводу вообще общих рисков по ипотеке, они практически отсутствуют, потому что все риски на себя берут банки. Они, принимая в залог ваш объект, квартиру там, не хотят лишний раз рисковать, поэтому возьмут у вас ее, проверив самостоятельно, полностью с юридической точки зрения, и с квартирой будет все в порядке. Можно еще про ипотеки добавить? У нас по ипотеке сейчас очень много проходит дистанционных сделок. Это прям тренд сезона. Мы в период пандемии научились делать электронные регистрации сделок, и сейчас они уже добавились еще и дистанционные. У нас сейчас как раз проходит очень много сделок. Межрегиональные. Межрегиональные сделки, да, с электронной регистрацией. То есть люди из другого региона покупают квартиру или продают квартиру? Да, это огромная экономия, потому что у нас покупатель, например, покупает квартиру в Твери, сам живет в Бадайба, рядом с Ангарском. То есть там перелет обойдется где-то в 60 тысяч. Это экономия колоссальная. Поэтому межрегиональные сделки сейчас это прям в тренде. Мы продавали квартиру по WhatsApp. То есть когда люди не могли выехать из своего города из-за пандемии, а были на свободные денежные средства, им была потребность очень-очень срочно купить квартиру. Мы просто в масках по WhatsApp, по видеосвязи показывали квартиру, они сидят у себя на кухне, кивают головой, да, мы согласны. И не приезжая в Тверь, не видя глаза в живую квартиру, становились собственниками. Никаких рисков. Что касается льготной ипотеки, для многих регионов Российской Федерации льготная ипотека 1 июля заканчивается. Но сейчас готовится проект о том, что в Тверской области и наряду с несколькими другими областями в России льготная ипотека будет продлена. Поэтому прекрасная возможность, те, кто собирался приобретать, приходите, рассмотрим вас во всех банках. Льготная ипотека, в том числе, вот о чем вы сейчас говорили, да, рассказывая про ипотеку, но в то же время существуют, наверное, и опасения, и риски, потому что инфляцию у нас никто не отменял, да, цены продолжают расти. Я лично даже сам, да, по себе знаю, что я пытаешься сделать ремонт, вроде как откладываешь-откладываешь ремонт, да, а потом понимаешь, что цены-то выросли, цены на материалы, ну, на все, на все то, что вот так или иначе, как здесь быть, то есть, насколько вот этот момент тоже нужно учитывать. Знаете, очень сейчас удобная ситуация, можно ремонт купить в ипотеку, цены растут на недвижимость, и рост цен, он перекрывает и банковский процент. Вы можете сейчас спокойно брать и льготную ипотеку, и простую ипотеку, цены в любом случае будут расти, вторичка это или первичка, то есть вторичка, естественно, это если жилье будет не старше 25 лет, оно будет расти еще в цене, рост цен перекрывает банковский процент, поэтому надо брать. Ну что ж, я благодарю наших сегодняшних гостей за участие в передаче, я напомню, что сегодня вместе с нами был генеральный директор агентства недвижимости «Арбат» Наталья Богоевленская и юрист агентства недвижимости «Арбат» Сергей Громов. Мы вместе с нашими гостями, экспертами разбирались в современных тенденциях на рынке недвижимости Твери и Тверской области. Я напомню, что Тверской медиахолдинг, Тверской проспект сейчас организует, начинает целую серию материалов, посвященных этой теме, и мы вместе с нашими экспертами будем отвечать на все вопросы, которые связаны с такой достаточно трудной для многих тяжелой темой о рынке недвижимости. Это была программа «Тема дня». Мы работали в правом эфире. Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго, до свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok